всем привет сегодня мы записываем очередную часть прохождения компании карьеры кербал space program версия 24.2 с модами прошлый раз мы попытались запустить корабль на moon значит мы его спланировали в одной из серий во второй мы ввели на орбиту и попытались запустить но у нас приключились некоторые трудности значит я немножко покопался тут в оффлайне значит что я нашел первое то что я помните говорил о том что у меня не стоит мод по жизнеобеспечению на самом деле он таки стоял поэтому наш живодая умер прошлой серии на благо я сохранился заранее то есть я откатился на сейф и зная уже все моменты такого характера кстати должен наговориться сразу почему были проблемы с модом обеспечения жизни потому что он у меня не был обновлен до актуальной версии пришлось все таки залезть в нет скачать новую версию обновить и как видите он у меня сейчас работает показывает и все достаточно благополучно соответственно это вносит в наши действия и дальнейшее планирование полета в конструкции конструирование кораблей определенные коррективы значит чтобы понимать что произошло жибодай после того как я загрузил опять сейф это был первичный импульс в сторону мун значит он корабль уже начал двигаться как помните я просто скорректировал орбиту и совершил посадку обратно на кербин то есть я собрал еще чуть-чуть науки потому что этом приземлился где-то в гресландах вот поднял ее до 70 и сегодня у нас уже есть возможность раскрыть некоторые новые технологии и все-таки попытаться запустить уже пилотируемую миссию к муну и так приступим так что у нас после обновления мода у нас здесь что-то выскочила солнечная батарея переехала сюда из вот этого раздела или до электрик где-то солнечные батареи тут батарейки вижу солнечных батарей и не вижу но это даже лучше то что перескочила вот сюда то есть мы уже не останемся без энергии и это очень очень хорошо значит 70 эти у нас по 90 нам не хватает а вот control fly control до разрысерчим вот кстати у нас еще появились дополнительные так вот он наш джеб маневрен translation а нам надо какой нам кстати на нового где мы выскали ладно бог с ним откроем значит будет не откроем начать не будет так ну возвращаемся в наш конструкторский центр будем пытаться снова да какой у нас из них был orbital mark 1 да вот этот мы запускали по-моему да предлагаю полностью с нуля перемоделировать так как у нас есть новый вов мы теперь можем и не пилотируем но у нас нет спутниковой связи поэтому сейчас нас это не устроит следующий значит миссии следующей серии займемся построением сателлитный отворк да что у нас была связь значит планово это будет три спутника на гербина стационарной орбите то есть над орбите которая всегда зависает над одной точкой на поверхности земли то есть одну мы повесим над центром и два удаленных по 120 градусов то есть у нас получится практически полное перекрытие потом нам надо будет еще сделать некоторые сателлиты на сторону муна вывести так это мы с собой берем это главная штука ради чего мы туда летим так что у нас констракт о есть вот эта радость значит вокруг нее мы будем лепить наши научные эксперименты давайте возьмем две по той простой вещей не что у нас будет низкая высокая орбита это две разных совершенно цели для научных экспериментов смотрите теперь мы должны спланировать наличие еды ну давайте немножко подробнее становимся то есть так life support поддерживать значит четыре вида ресурсов положительных я так назову и три отрицательных значит первый еда второй вода третий кислород четвертый электричество с едой понятно с водой тоже с кислородом тоже с электричеством если не будет электричество наш кирбонавт просто-напросто мерзнет и замерзает через два часа грубо говоря даже меньше он умрет от того что он замерз с остальным в капсуле есть запас на три дня но для полета к муне это совершенно недостаточно дальше следующее waste 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 water in carbon dioxide ну waste отходы отходы воды и углекислый газ соответственно тоже их запас объем куда их можно складывать до переработки на три дня то есть в капсуле все сбалансировано но нам этого мало и смотрите значит так и в капсуле у нас находится основной запас мы можем спланировать дополнительный запас нашего продовольствия на отделяемой части то есть перед входом в атмосферу кербина перед посадкой мы можем это отстрелить чтобы наши парашюты не тянули лишнюю массу и в принципе вообще смогли справиться с посадкой этого модуля пока прикрою окошечко значит что мы взяли два научных контейнера для материала взяли себя посадили сразу парашюты давайте так сразу тогда магнитрометр и парашюты по краям вот здесь и хватит ли нам там боковые давайте третий посадим чего-то сомневаюсь когда мы загрузимся с полной у нас хватит этого все так между джек уже есть пазовый сюда его тоже вешаем так надо эту сторону сбалансировать сансы реакшн вилл тоже ниже посадим чем-то полезным надо полезным 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 даже так и не скажу вот батареями значит из мода виска вы есть что это маленькая на 300 это на 150 так сколько у нас тут влезет давайте вот одну такую и ну такую 450 сумма если я не ошибаюсь это нам должно хватить так самое главное теперь не забыть нам повесить панели солнечные но вот я эти панели не очень люблю я когда-то с ними очень просчитался просчитался я в том что они у меня оказались на противоположной стороне от солнца и на развернуться у меня уже не было возможности не электрической никакой я вот одну сюда еще повешу чтоб скомпенсировать вот этот вот момент так но орбитер назовем его так сохранились вроде бы все но что-то меня смущает летим собираем вот что это мы вернем это возвращается да нет в принципе все как мы планировали декуплер есть о стоп у нас тут появились интересные части и мы мы сейчас у нас это стоит процедурный обтекатель вот мы его сейчас и присобачим конически не люблю 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 яйца елки яйцевидный вот так это красиво будет и у нас не будет такого большого сопротивления так только надо сначала теперь это все поднять высоко чтоб нам хватило на двигателе так значит это первая часть она у нас никуда не летает давайте вынесем информацию по дельта в по массе масса у нас 2 300 в принципе достаточно легкий и нам надо запас топлива на то чтоб совершать маневры 90 сильный двигатель с запасом 2 0 6 больше топлива можно брать смело один о вот это отлично и на полторы минуты смелых маневров достаточно то есть вот эта голова наша это основная часть которая должна полететь к муну и вернуться так раз она у нас должна полететь и вернуться значит надо спланировать запас еды сейчас посмотрим что мы имеем тут у нас где-то должны быть такие вот эти контейнеры шести или восьмигранные я их не люблю крайне это для каких-нибудь больших вот круглые ммм life support контейнер он у нас еда кислород вода но нам надо и waste life support waste проверяем ох ты на 312 дней на 5 часов электричества и на 500 отходов более чем достаточно более так есть вот 145 там был 156 понятно мы топ груз взяли уху 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 все пускай так и будет как говорится у пилотов все что мы взяли с собой с проблем больше скорости в решение мы уносим в небо даже если это пожар двигатель так ну теперь топливо и разгонные модули так 230 сил хватит 175 достаточно сводим здесь экшн группы пам фэринг это стоп вот в момент отстрела и включения двигателя я хочу отстрелить мои колпаки все потому что не дай бог мне отстрелить вот эту часть и я потеряю полностью запас продовольствия и в общем неприятно будет вот здесь отстрел там мы сделали все есть так общая дельта в 1600 1400 в атмосфере смотрите для вывода спутника на орбиту кербина нам порядка потребуется 4500 4700 дельта в суммарно значит вешаем сюда сейчас еще чем будем разгонять так еще двойная морковка такие одинаковые некрасивые ну да ладно сколько у нас тут мощности есть 220 200 ух ты ха а этот о 350 отлично 136 он утянет тысяча 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 шестьсот восемьсот маловато надо еще раз гонять значит значит так цепляем доп блоки ул трех 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 лук лук вот какие сейчас подумаем есть есть ц раз два нет давайте четыре сейчас попробуем такую хитрую штуку сделать значит есть у нас труба а патрубков нет все хитрая штука меняется когда у нас будет топливный патрубок мы сможем сделать хитрую штуку с переливом топлива а пока что останавливаемся значит на твердотопливных ускорителях повесили мы хорошо только высоко надо их пониже вот да пониже и поровнее раз есть колпачки это но давайте R1 то что будешь делать аэродинамические закрепим их закрепим раз закрепим два в принципе все я надеюсь что вот этот комплекс состояние будет унести то что мы хотим так 1700 800 1600 ну можно пробовать трет стрельнем потом этот и сразу зажигание так ну ну должно пробуем пробуем я уже думал бы крыш поймали что так долго и даже ничего не вращалось ну что вот он наш джебадая живой здоровый так муна 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 вон она нас ух ты елки с другой стороны ну ладно нас то не сильно волнует мы сделаем пару маневров так сас включили поджить на пол первые там вообще я могу контролировать теперь орбитальную скорость наше апогей они но это самое главное то что у меня Инклонейшн курс не пока сейчас. Так, скорость 200. Испалили две трети. Твердо топливных. 4 километра. В принципе, можно уже потихонечку начинать. Манюр. Очень долго поддается. Отстрелили. Теперь легче будет. Что же там у нас тут разворачивать? Я вот так, смотри. Инклонейшн 7. Это очень плохо. Потом потребуется топливо для того, чтобы выравнивать и синхронизировать орбиту. Будем сейчас корректировать, стараться. Вот уменьшение пошло. Что же ты будешь делать? Посмотри, как его болтает. Следующий. 31 километр. Деланейшн 3.0.2. Пытаемся выравнить вращение по окружности радиала. Так важно сейчас нам главное удержать инклонейшн в рамках в рамках в рамках 1 градуса 53.0. Не забываем контролировать орбиту. Чтобы мы не ускакали там 300-400 километров. Потом нам не хватило топлива для выравнивания и циркуляризации. Ну, давайте 80-очку возьмем сейчас. Все. Стоп. Мы спалили пол бака. Потом вот этот. Я надеюсь нам хватит его для выравнивания орбиты. Значит, мы сейчас планируем ноду на выравнивание и циркуляризацию. Маловато, конечно. Так, 33.0. Что же он так прыгает? Вот. 61.0. 72.0. Ну, 78.0. 82.0. Давайте попробуем время пододвинуть. 84.0. 76.0. Отлично. Все. Так. Burn минута и минута до ноды. То есть у нас очень многом и нет времени на то, чтобы там рассусоливать. Надо сейчас очень быстро выставляться по таргету по синей ноге. Чуть назад. Все. Мы готовы. Нода Т-36. Т-36. Да. Потому что у нас минута как раз на 30 секунд. Половинка. Нам надо очень-очень большую ртв. Немножко неправильно вывел обиду. Надо было ... Я боролся с инклинейшеном, а надо было немножко опускать нос с корабля, да, то есть более в горизонт уйти. И тогда бы мы более продолговатую орбиту выдвинули бы и меньше бы нам пришлось. Вот, видите, сразу отстрелились наши боковушки. Мы пошли туда в фон луны. Чего ж, и с фармарти прилетим. Так, масса у нас меньше, двигатель эффективный, топливо палится достаточно правда быстро. Сейчас еще кажется, что мы все-таки не добрали по топливу. Это бедно. Может он хватит. Надо так спланировать будет маневр полета, чтобы нам пришлось минимум работать движком для того, чтобы возвращаться. Ну, смотрите, хорошо получилось, в принципе. Давайте сохранимся под реха подальше. Так, целью выставили орбиты наши. Ну, будем говорить, одинаково. так, планируем мы сейчас вот здесь. Чего у нас не запущено, из того, что должно быть запущено, да нет, все на месте, ресурсы только проверяем. С этого момента орбиту закрываю, видимо, джеб загорелся красным, то есть мы его не используем. Как там наш керпин? Джабадая. Отлично, что у нас здесь, элиминатор, все, все видно, все хорошо. Планируем орбиту. Возьмем для базы Descent Node, значит, она у нас здесь, пока мы будем лететь, она сюда предвидится, но она где-то вот здесь будет. Сейчас посмотрим. Нет, даже, о, смотрите, как у нас интересно, на 833 мы полетим, войдем в зону ее действия, покинем ее и вернемся, причем под такой траекторией, что сразу углубимся, то есть нам в принципе все топливо потратить на 880 метров в секунду, больше нам и не надо. Но, меня не совсем это устраивает, я хочу поиграться немножко, смотрите, можем вообще камнем упасть, вот, нас притормозит, мы перейдем перед объектом, да, перед спутником, перед, не важно, спутником планеты, да, перед планетой, то есть принцип так называемый слингшот, да, это вот, когда мы проходим за объектом и получаем от него дополнительное ускорение, так называемый разгон, вот, то, что делали спутники, да, запускаемые к Юпитеру, к Сатурну, там, к Ассини, они все использовали гравитационный маневр других планет, вояджеры, например, если не ошибаюсь, по памяти, три или четыре маневра сделали мимо планет, для того, чтобы скоррегировать свою орбиту и ушли дальше, причем уже на такое расстояние сумасшедшее, что как-то в голове даже эти цифры не укладываются, так, вот смотрите, можем вот так, орбита у нас здесь будет маленькая, а что такое, в общем у нас, это значит, что, а нет, все правильно, и уменьшим, вот, нашу скорость, посмотрим, какой у нас будет перегей вокруг, о, 927 километров, это очень далеко, сделать петлю попытаемся, да, но петля нас выводит уже от кербала, кербала, сколько здесь, 308, нет, я хочу очень низкую орбиту, практически, чтобы я затормозился в атмосфере, так, а здесь миллион 250, но в любом случае, я попадаю в зону действия, отлично, estimation burn 50 секунд, 10 минут до ноды, разворачиваемся, нас все устраивает, чуть-чуть, чуть-чуть, так, давай, джеба, да, не трусь, все у нас будет хорошо, так, есть, сохранимся, и добавим газку на скорость, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 50, 25, 30 секунд, и даем газку, вон она наша цель, мы к тебе и движемся, красиво, как ухудетно, может даже скриншот сделать, красота, спутничек у нас вроде ничего получился, вот до сих пор не могу понять, вот поставил какой-то из модов, или что, что-то произошло с текстурами, с настройками материалов, базовых элементов, вот не могу понять, что оно, на столике-то с прозрачностью, и то под разными углами, определенными, ладно, не критично, главное не пропустить, когда тормозить, смотрим, о, а что там и так лихо, а тут у нас и не уменьшается, вот так, вот, ух ты, какая траектория получилась, если добавить, она еще больше гнется, а все в принципе правильно, мы чего-то подобного и ожидали, почему остановился, стоп, так, сбрасываем, в любом случае мы попадаем куда надо, мы летим по синей, по синей траектории, переходим в зону действия, мы делаем эксперименты, и возвращаемся на сад, так, все, F5 и газку добавить ресурсы более чем достаточно, ускоряемся, обратите внимание, чем дальше я от планеты в зоне гравитации, моя орбитальная скорость все меньше и меньше, то есть мне все меньше и меньше надо сил затратить на то, чтобы бороться с гравитацией планеты, так, есть, все, смотрите, мы идем в зоне действия спутника Кирбина, далеко, но это наш первый полет, делаем эксперименты, observe materials, 75 сайенсов, ничего себе, так, измеряем магнитрометр и сейчас сразу репортиц на 24 погружайся назад, крюрепорт еще 15 сколько измерения нанотесла локом дата 10 прячься прячься что ты уже бесполезен обсер мистер и 30 сайенс поинтов а где сайенс и сайс и сайс смотрите у нас топлива не так много поэтому я сейчас не буду рисковать и не буду приближаться к муне на низкую орбиту так из всех экспериментов у меня остался только один гу-контейнер давайте мы сделаем хитро мы его оставим на полет что вообще происходит ага все это он затормозил и мы быстренько перешли с орбиты на орбиту вот сейчас мы очень высоко над кербином и соответственно вот observe мистер он должен дать результат ах ты елки high over кербин мы уже исследовали 2.3 ну что ж пускай будет тем не менее тем не менее 2.3 это тоже результат так теперь нам остается только дождаться тут вот аккуратно когда вы ускоряетесь на таких вот орбитах смотрите чтобы вы не проскочили потому что очень очень запросто на большом ускорении компьютер не успевает остановиться проскакивает просчет вперед смотрите так мы 58 мы попадаем в зону действия атмосферы смотрите как побежал вниз наш апогей то есть мы делаем маневр торможения об атмосферу присутствует гравитация не включая двигатель вот пару витков и мы практически снизим нашу орбиту как апогей так и перигей в принципе перигей тоже падает вот был 58 видите 56 365 давайте так как у нас еды хватает топлива и заряда аккумулятора хватает мы можем сделать такой хитрый эксперимент сейчас мы вырвемся до 120 130 не пускает он нас еще на больше ускорения по какой такой причине мне пока не ясно ой что-то у нас тут заглючило плохо поэтому я чувствую что мы сейчас долго лететь будем обидно главное мы слетали к муну так так давайте попробуем сейчас сделать ретро грейт берн и попробуем изменить нашу орбиту сейчас потому что я смотрю что-то у нас тут глючило или это такая да нет это глюки где атмосферы нет хотя там текстуры подружаются странно так берн здесь 52 смотрите как моментально а топлива мы очень мало тратим здесь 13 10 1 смотрите все по сути теперь у меня есть ускорение вот и отличненько я делаю маленький виток точек и приближаюсь все 69 это зона верхней атмосферы и заодно загрузилась наша земля так все отлично разворачиваемся двигателем еще немножко притормозим сейчас чтобы был еще более крутой способ чтобы атмосфера пошла быстрее все отстрел пошла спасибо тебе большое ты много для нас сделала а мы опускаемся у нас три парашюта нас должно аккуратно приземлить если все благополучно будет я еще эксперимент сделаю на земле если он нам что-то принесет так шесть я прошу обратить внимание что вот эта высота это высота над уровнем моря а не до земли то есть это не радиовысота это высота барометрическая что нас закрутило носом вниз ну да ладно видите парашюты раскрываются у нас на власти 500 от земли а у нас мы видели что они открылись на 1300 или даже больше сейчас совершим посадочку надеюсь мягкую отлично только блин мы легли прямо на вот мы сейчас сасом раскрутимся и попробуем выйти не чуть-чуть закрыт еще вот так перевернулись все вот отлично let's go let's go ура так пробы грунта есть на 2.3 там 2.3 ну да бог с ним сколько они есть все наши science point не хочет залазить ой даже бодает эквилибрист оказывается не получается здесь зацепиться я хотел думал зацепиться чтобы за раз их забрать обоих ну значит заберем отдельно джебодайо опа вылетели так вылетели мы загрузился я ух ты а что это такое интересное откуда это взялось такая штука ух ты класс красиво переговорки так ладно джебодай спасаем 30 дата со своей землей бог с ним вот нам интересен вот этот рекава о 168 и 3 науки аж на 195 суммарно смотрите крю репорт high over moon high over moon EVA report material study in space high over moon mystery goo high так ну отлично деталей 36 и 9 но тоже неплохо так вернули возвращаемся назад и сразу сразу научный центр смотрите в научном центре кроме основного дерева науки есть еще science архивы то есть это архив который показывает какие эксперименты мы провели сколько науки мы получили или недополучили с разбивкой по планетам по экспериментам и по ситуациям значит кербин самое простое да магнетикал скан крю репорт EVA репорт 4 за репорт телевит 21 hidden то есть еще не нашли то есть можно еще провести это за счет того что есть биомы например Ива EVA репорт а она не показывает будущее я забыл situation surface land flying low flying high то есть это самолеты низкий полет высокий полет это в space low high там есть каждого у каждой планеты есть свои четкие границы которые считаются нижним космосом верхним космосом планетарки еще разделяются на flying low и high биомы разные ну то есть в принципе вам будет полезно использовать эту часть для того чтобы понять что вы еще не собрали или не до собрали что если взять например все вместе сейчас вот где тут кербин да то есть вот видно что мы чуть-чуть не добрали с ланчпада да то есть всего-то 9 мы собрали но тут еще где-то наверное до 12 еще 3 science point то есть где-то мы видим что мы четко все выбрали то есть у вас будет удобно так вот у меня есть подозрение что вот те две красивые рамочки кстати стоп эксперимент выполнили надо забрать нашу науку 15 тысяч денег отлично теперь у нас всего 195 вот test science data о around the moon так ага это если у вас не хватает науки вы можете летать до бесконечности на муну и зарабатывать деньги и ну давайте возьмем на всякий случай потому что мы все равно туда еще полетим так transmit around kerbin вот смотрите вот две эти части значит position satellite in a polar orbit вокруг kerbin и satellite in a specific orbit значит вот та которая была вертикальная это полярная орбита значит читаем кого надо повесить какой спутник prestige trivial duration 5 лет we need to know build a satellite specification deployed от апоэпсис период апогей перегей четкой declination 90 градусов лонти тюдин ассендинг нот 170 вертикально агумент это вперед undefined launch a new unmanned probe that provide an x антенна то есть короче надо без кербина с антенной первое значит достичь заданной траектории полета заданной орбиты с отклонением меньше чем 7% по каждому из параметров нейтралайз контрол вот это я не знаю что надо будет изучать нейтралайз хм контрол фордесят нейтрализировать а наверное ничего не делать с ним чтоб он сам устоявшийся летал берем интересно соответственно такой же только в плоскости 12 поинтов денег дают достаточно немало плюс в начале хорошо отваливают берем таких контрактов я еще не выполнял никогда тем она интереснее для нас будет так ну на сегодня все получилась достаточно долгая серия но зато мы полностью слетали к муну выполнили первую часть контракта все увидимся в следующий раз